друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife меня зовут александр я очень рад вам представить этот долгожданный смартфон asus Zenfone 2 перед вами эта модель это в принципе одна из лучших моделей которую я держал в своих руках на данный момент выпускается эта модель в трех версиях младшая средняя и старшая перед вами старшая модель подтверждением тому является вот эта маркировка ZE551 есть младшая версия которая даже не видел чтобы она продавалась есть средняя версия с определенными характеристиками есть старшая версия вот такие технические характеристики есть у нее в моих руках сейчас модель с четырьмя гигами оперативной памяти 32 встроенных full hd экран и процессор intel atom z3560 есть еще в продаже модель с процессором intel atom z3580 и в принципе там память у нее есть 4664 но цена этого смартфона где-то на 80 долларов дороже на данный момент я видел если цена этой модели составляет приблизительно 300 долларов китая то той модели около 380 вот такая вот коробка здесь в принципе все технические характеристики кому нужно посмотреть сделайте стоп и можете посмотреть коробка аналогично как у asus Zenfone 5 и комплектация в принципе тоже аналогично единственное что коробка сама по себе немножко такая потолще будет документация производителя стандартная зарядка зарядка у нас идет на 135 ампер переходничок и usb кабель больше никаких аксессуаров в комплекте у смартфона принципе нет начать обзор этой модели стоит конечно же с дизайна по моему мнению один из самых лучших дизайнов которые я видел это ново это стильно это прикольно сборка великолепная никаких хрустов никаких люфтов начнем с передней лицевой панели это 5 5 дюймовый дисплей это full hd логотип асу с датчики приближения освещения 5 мегапиксельная фронтальная камера три сенсорных кнопки кнопочки не подсвечиваются но они в принципе видны невооруженным глазом такая как бы гравировочка есть экран у нас защищен стеклом gorilla glass 3 есть вот такая вот вставочка она не структурирована но имеет тоже вот такой перелив как у asus sanfone 5 сверху у нас кнопка включения микрофон разъем под наушники с этой грани нет ничего кроме как защелки для открывания задней крышки снизу нас разъем micro usb и второй микрофон и с этой грани тоже у нас нет ничего странно а где же у нас качелька громкости не правда ли а качелька громкости у нас сзади сзади крышка выполнена таким образом что здесь вот эти две кнопки кнопочки вверх вниз это именно качелька громкости 13 мегапиксельная основная камера двойная вспышка логотип asus логотип с поддержкой intel inside крышка выполнена вот в такой вот форме в принципе смартфон очень удобно лежит в руке однако по корпусу могу сказать что бывали у меня случаи что я чуть ли его не ронял из рук то есть какая-то такая крышечка когда рука более-менее не потная очень довольно таки скользящая поверхность эта крышка выполнена из пластика сделана она якобы под металл но смотрится как по мне очень даже шикарно сборка отличная на перегиб смартфон не люфтит не трещит все собрано отлично по поводу вот этих вот кнопок были уже какие-то смартфоны с такими кнопками не особо это было удобно вы знаете в данной ситуации как-то вот все так сделано что довольно таки удобно их нажимать удобно во первых даже когда разговариваешь по вот такому телефону то как бы к телефон опирается ну и принципе когда привыкаешь то удобно даже и так вот пользоваться но в принципе я считаю что решение прикольное и смартфону это не навредило под крышкой есть у нас такая вот решеточка не думайте что динамик у нас располагается по всей ее площади динамик здесь находится слева эта модель на 2 sim карты 2 micro sim есть поддержка карты памяти данная модель поддерживает nfc технологию и мы и динамики в общем все как полагается начнем технический обзор этого смартфона с того что я вам для начала скажу что здесь толщина смартфона дальней максимальном расстоянии около 11 миллиметров в принципе довольно таки много но и сам смартфон по себе не маленький аккумулятор довольно таки большой на 3000 миллиампер принципе как бы нормально все это выглядит и так технические характеристики этого смартфона давайте смотреть antutu набрала эта модель в районе 40 42 тысяч баллов и по характеристикам значит здесь у нас поставляется android 5.0 intel atom z3560 есть топовая версия еще которая 3580 новый графический ускоритель g6430 full hd 13 мегапиксельная камера внимание 4 гигабайта оперативной памяти 32 встроенных карта памяти у меня сейчас здесь не стоит процессор z3560 он работает он четырех ядерный 64 битный и работает с максимальной частотой 1 и 8 гигагерц 3580 процессор работает с частотой 2 и 3 то есть по производительности то модели модели с таким процессором набирают не 42 а 47 48 то есть ну на порядок мощнее но и разница в цене около 80 долларов это очень много это в районе двух тысяч гривен на наши деньги фронтальная камера тоже очень достойная 5 мегапиксельная мультитач здесь 10 точечный мне не хватит сейчас пальцев я очень очень постараюсь вот 10 касаний есть nfc есть вай фай есть тачки акселерометры освещение магнитный компас датчик приближения есть полноценный гироскоп если различные датчики линейного ускорения векторного вращения и так далее модель поддерживает от и г разъем смартфон работает с двумя сим-картами как я говорил и в этом смартфоне два радио модуля то есть вы можете абсолютно в любых условиях пользоваться непосредственно двумя сим-картами одновременно то есть просто даже грубо говоря вы можете с одной сим-карты позвонить на вторую которая обе вставлены в эту модель естественно смартфон asus nfone 2 это китаец выпускается он в китае на коробке там написано тайвань а иногда с завода данная модель приходит с прошивочкой cn это прошивка для китайского рынка все смартфоны asus мы прошиваем на прошивку 2w это мировая прошивка в которой принципе полноценный русский язык здесь вы нигде не найдете китайского абсолютно все переведено есть нету китайских вообще китайского софта некоторые приложения программки на английском есть различные виджеты есть очень удобные штучки когда пользуешься таким вот смартфоном asus с nfone 2 ты чувствуешь что у тебя в руках действительно полноценное законченное устройство они те смартфоны с голым андроидом такие как течил я ничего плохого про них сказать не могу не хочу но прошивка что на asus и zenfone пятом мне просто шикарно нравилось что на asus nfone 2 тоже прошивка отличная есть различные настройки экрана и вот цветопередача есть различные режиме изи есть управление одной рукой а смартфон поддерживает функцию быстрой моментальной зарядки то что там с нуля до 60 процентов за один час есть настройки по экрану цветопередача звучание есть различные zen движение жест касания жест перемещения можно заблокировать двумя касаниями экран можно также его разблокировать очень удобная фишка качелька громкости отлично тоже работает в общем плане прошивки все кто будут покупать у нас эту модель обязательно все смартфоны по умолчанию будут прошиты на мировую прошивку которая максимально адаптирована под наш рынок под наши сети максимально с русским языком здесь есть куча различных приложений программок от asus очень много всего интересного просто нужно садиться и разбираться с этим смартфоном просто так если буду рассказывать про каждую функцию очень долго это все затянет ран здесь нюансик небольшой сам по себе экран очень хороший углы обзора отличная то есть цветопередача картинки шикарная можно настраивать различные режимы яркости этого дисплея само собой здесь альпиес само собой гс технология то есть никаких воздушных прослоек здесь в этом смартфоне нету однако уровень яркости этого экрана я считаю что это минус этой модели экран вот у меня сейчас стоит на максимальном уровне яркость топовые решения такие как мэйзу такие как шею с 3 экраны значительно ярче вот если просто так взять смартфон в руки то этого принципе можно не заметить но если сравнить с топовым каким-то экраном с топовым смартфоном то это действительно ощущается это минус этой модели касательно звучание я тестировал звук в наушниках звук просто шикарный громкие четкие все классно все супер я тестировал звучание вот этого внешнего динамика банально даже доходило до того что я ложил там запускал какую-то передачу телепередачу и не отличить допустим что на телевизоре если не громко включить естественно что там на телевизоре звук через колонки телевизора и звучание через динамик этого смартфона звук и я считаю что очень достойный и давайте я вам даже это продемонстрирую включу что-то что-то на через youtube вам все отлично что мы сегодня делаем сегодня разговорный динамик микрофон тоже отличный все слышно все громко тоже нареканий никаких быть просто напросто не может он имеет 4 гига оперативной памяти я специально на устанавливал кучу раз для разнообразных игрушек таких игрушек которые не просто там flash анимация а вот именно 3d игр с максимальными допустим параметрами настройками что могу сказать во первых из 4 гигабайт в свободном состоянии смартфона доступно всего лишь чуть чуть более 2 гигов я так понимаю что это занимает оперативная операционная система android 5.0 но как то вот такое ощущение складывается что было бы здесь 10 гигабайт оперативной памяти у него в свободном режиме заниматься было бы их 5 занято то есть такая же самая картина всегда на смартфонах там с двумя гигами оперативки всегда половина занята просто так не знаю может в какой-то в какой-то степени это как маркетинговый ход с этими всеми оперативными памяти с этими сумасшедшими четырьмя гигами оперативки например тот же lenovo k3 note которого 2 гига оперативки без проблем работает с андроидом 5.0 и как то вот там 2 гигов ему предостаточно здесь ну вот так вот плюс я думал что я сейчас смогу запускать допустим там 10 десяток игр и что я в любую из них могу зайти максимум меня получилось запустить три игры если запускаешь 4 то первое из тех трех если я захочу уже в нее зайти она уже просто включается как заново то есть три одновременной игры например modern combat 5 asphalt 8 там братья по оружию 3 все можно запускать вот так вот через кнопочку меню ты их перекладываешь и все запускается отлично это конечно круто никаких багов глюков нет ну давайте продемонстрирую вам как играют эти игрушки темги по соответствия формировали в 3 гиг取онах. дальше и на дюшке и те же приятности вы хотите провести монет. видео для всех из них готовы. ну ладно, ну ладно, я такой прекрасный момент. объявляя. вот так вот, что я попробую, я уверена, что я не делаю, что я предлагаю, как я забываю. многое это это, я прочно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все отлично работает, спутников ловит очень много, ловит их очень быстро и все супер Так, естественно, я тестировал аккумулятор В этом смартфоне аккумулятор на 3000 мАч Для нового процессора, для самого смартфона как такового Очень важно, чтобы аккумулятор был подстать И соответствовал всем его, скажем так, топовым решениям Что понравилось в этом смартфоне, то что Здесь я впервые увидел виджет аккумулятора, который сделан именно таким вот образом Вот у нас фактически синим цветом отображается разряд со 100% Вот в данный момент у нас 62, то есть 62 И смартфон автоматически плюс-минус В таком же режиме, как мы пользовались Он плюс-минус рассчитывает на сколько хватит аккумулятора до конца его, до нуля В данный момент телефон нам показывает, что сейчас я снимаю у нас 10-е 05-е я снимаю, вот 23-16 И вот 11-го 05-го во всех тех режимах Все то, что я делал, там играл в игрушки, где снимаю обзор, там туда-сюда Смартфон у нас, раз его хватит, на следующий день, на 11-е число После 6-ти часов вечера он у нас разрядится Вот такой вот виджет есть Сам аккумулятор, смотрите, какие у меня результаты получились Во-первых, я тестировал аккумулятор в режиме воспроизведения видео из YouTube Ну, по диаграмме можно предположить Не понравилось мне то, что здесь не показывает Вот фактически, что вот после зарядки прошло такое-то количество времени Здесь такого не показывает, но приблизительно показывает Можно приблизительно посмотреть, что я начал тест в 11 И закончил его примерно в 16, чуть не доходя до 16 И осталось у меня 15% Это значит, что в режиме воспроизведения видео через YouTube У нас смартфон способен проработать более 5 часов И, естественно, я делал тест Antutu тестером 5840 Это результат аналогичный, как примерно у GUS3 Чуточку слабее результат, чем Meizu M1 Note То есть, плюс-минус, аккумулятор работает на свои 3000 мАч Отрабатывает свою мощность И поэтому, как бы, то, что производитель заявил То на то смартфон, в принципе, это и отрабатывает Камера здесь очень крутая, по моему мнению Здесь есть множество самых разнообразных настроек Здесь есть различные режимы съемок Здесь есть вот та пресловутая фишка Когда смартфон использует только свои магические 3 мегапикселя И в темном окошке может увидеть бабочку Здесь эта функция тоже присутствует Появляется, когда у нас слабое освещение Но особо я это не тестировал Потому что это особо не показатель работы камеры Здесь 13 мегапикселей Запись Full HD У нас 5-мегапиксельная фронтальная камера Фотки у меня получились классные Качество очень крутое Вспышка отличная Все эти фотки я вам загружу Вы сможете это все посмотреть Качество фотографии считаю очень отличное Есть прикольный режим съемки Повышенная частота Или там супер детализация Такие фотки весят примерно по 20 мегабайт Качество очень прикольное Можно поиграться с различными настройками Что не понравилось Так это то, что мне показалось Что смартфон записывают как-то слабенько в видео Видео я тоже загружу Но как-то вот В принципе вроде бы само качество хорошее Но вот зум Когда я зумирую изображение То очень все расплывчато получается Для меня это вот такой вот небольшой получился минус Не знаю почему оно так В таком крутом смартфоне С такой крутой камерой Фронтальная камера на 5 мегапикселей Тоже очень крутая В итоге можно делать вывод О смартфоне Asus Zenfone 2 На данный момент Это одна из лучших моделей Которые мне приходилось держать в руках Это сбалансированный смартфон С достойной ценой С хорошим железом С хорошим прикольным Я считаю как новшеский такой дизайн Дизайн мне очень нравится Выполнена очень классно форма Смартфона Ну в общем дизайн Смартфон не без минусов Для себя из минусов Я выделил то что Во первых Не подсвечиваются кнопки Но для меня это не особо минус Это вот любят иногда люди Поговорить о том Что вот как так Не подсвечиваются кнопки Не совсем яркий экран Экран довольно таки классный Но яркость его Немножко хромает А также Камера Камера в режиме записи видео Немножко меня разочаровала На более бюджетных смартфонах Иногда лучше зум работает Ну вы как бы фото видео Сами посмотрите В описании будет ссылка на оригиналы Вы кому это важно Посмотрите Зайдите И если что В комментарии можете высказать свое мнение Мне не понравилось То что Когда я снимал видео И зумировал изображение Ну прям мыло Мыльное было При этом камера Сама основная камера Когда выполняет фото Очень классный уровень Как по мне Я сравнивал Недавно получили Xiaomi Mi 4 Ну то есть флагман Топ На Snapdragon 801 Камера крутая Но У меня есть У близкого мне человека Первый Samsung Note Качество фотографий Просто изумительное Я давно не держал Китайца в руках Который бы смог Улучшить это качество Хотя бы фото И вот Xiaomi Mi 4 Он проигрывал Даже с первым Samsung Note По качеству изображения По детализации А вот Asus По моему мнению В плане фото Он лучше Чем Samsung Galaxy Note 1 Ну я с ним сравниваю Поэтому Считаю что Действительно Компания Asus Сделала достойный аппарат Минусы экран Яркость не максимальная Минусы Не подсвечиваются кнопки Минус Это Камера снимает видео И Иногда Качество хромает Во время зума Расплывчатость Да вот В принципе И все Как всегда Компания Asus Подошла к вопросу Выпускать Своих моделей В том плане Что Нужно выпускать Разные версии Чтобы каждый человек Смог себе позволить То или иное Например У нас есть клиент Который говорит Вот у меня есть Сумма денег На максимальную версию Мне нужен Максимальный объем памяти Мне нужен Максимальный процессор Я говорит Даже могу купить Если есть Там 128 гигабайт Любых денег Вот я хочу Этот аппарат Я готов его купить У меня есть деньги Другие люди Говорят Что вот Мне просто нравится Эта модель Мне Импонирует Дизайн Характеристики Вот я хочу Бюджетную версию На 216 памяти То есть Компания Asus Удовлетворила Подребности Всех клиентов Своих Всех покупателей Всех Конечных потребителей Скажем так Как всегда Я под впечатлением От прошивки От компании Asus Вот этих От вот этой вот Прошивки WW Здесь очень много Нужного Очень много Ненужного Но в целом Очень все реализовано Прикольно Стабильно Не отваливается Wi-Fi Не пропадают Симки Ну то есть Смартфон работает Так как он Должен работать Так как он Как он По факту Должен работать За такие деньги Потому что Деньги за смартфон Немаленькие Мы продаем Эту модель В Украине Вот именно Эту комплектацию Этот процессор Это Эти параметры памяти За 8030 гривен Ну пока что На данный момент Вот такая цена У нас На момент съемки Обзора Поэтому Однозначно Смартфон Мне очень понравился Однозначно Эту модель Стоит покупать На этом буду заканчивать Спасибо Всем за внимание Обращайтесь к нам В интернет магазин Antelive.com.ua Заходите к нам В группу Подписывайтесь Подписывайтесь Также на канал Как всегда Все новые смартфоны Я буду обозревать Для вас Спасибо Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok